В обществе «Газпром Трансгаз Самара» на базе Тольяттинского филиала состоялся фестиваль труда. Для работников предприятия это уже 13-й конкурс профессионального мастерства. Я желаю всем показать свои навыки, чтобы жюри было к вам в Газпроме и пусть победительней. В финале приняли участие самые опытные и квалифицированные сотрудники предприятия, прошедшие предварительный отборочный тур в своих линейно-производственных управлениях и сервисных филиалах. В этот раз свои профессиональные навыки, как в теории, так и на практике, демонстрировали представители пяти профессий. Машинист технологических компрессоров, обходчик линейный, электрогазосварщик, машинист бульдозера, работник по обслуживанию систем отопления. Это уже ежегодный традиционный фестиваль. Здесь демонстрируют наши коллеги, рабочие наши, свое мастерство. Мы, как организаторы этого мероприятия, центральной конкурсной комиссии, сегодня присутствуем, смотрим, какие у нас мастера работают на предприятии. Возникает у нас чувство гордости, что рядом с нами трудятся такие высококвалифицированные специалисты. Есть, например, у нас некоторые представители, которые ежегодно уже побеждают, и не только на уровне наших фестивалей, но и на уровне «Газпрома». И это дает повод задуматься остальным и совершенствоваться остальным, то есть чтобы составить достойную конкуренцию. Традиционно у нас конкурсы профмастерства проводились, это водители, машинисты и трубоукладчиков. Мы уже второй год добавляем новые профессии. На данный момент у нас проходят соревнования в своем мастерстве машинистов-бульдозеров. По программе они должны выполнить съезд страла, пройти змейку, заехать в ограниченное пространство, то есть в бокс, потом непосредственно выполнить свою работу, сделать разработку траншеи. Ну и мы оставили самые интересные упражнения. Это упражнения как бы на зрение, на смекалку, на точность. Попасть в число призеров – мечта каждого из конкурсантов. Быть лучшим и почетно, и приятно. После подведения итогов – торжественное награждение. Проехал я, конечно, неплохо, сам даже не ожидал так. Ну, все зависит от большого опыта работы. И сноровка, накалка, тренировка, везде все это. Выражаем всем этим людям, на чьих плечах лежит ответственность за бесперебойное снабжение газом потребителей, почет и уважение. Я люблю свою работу и считаю в главной победе – это желание, стремление, умение. От нас зависит безопасность, и мы несем энергию людям в каждый дом. Безусловно, я рад. Доставляет такую большую радость, чтобы быть первым среди первых. В Самарской государственной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня эколога, на котором были подведены итоги регионального конкурса «Эколидер-2018». Организатором конкурса выступает Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Компания «Газпром Трансгаз Самара» получила наивысшую оценку экспертного жюри, завоевав звание «Эколидер» в номинации «Промышленный гигант». Одна из основных задач, конечно, отметить тех людей, те организации, которые занимаются природоохранной деятельностью. Кто-то на профессиональной основе, кто-то на общественных началах. И, конечно, отметить этих людей. И повысить интерес людей, жителей Самарской области, природоохранным мероприятиям. Так получилось, что три года подряд мы становимся самыми лучшими в номинации «Промышленный гигант» «Эколидеры». Но, знаете, для этого было сделано чуть немного. Это сделано всем нашим коллективом, сделано по тем программам, которые нам задает наша материнская компания «Паугазпром». Ну и самое главное, это наши волонтеры, которые работают на местах, там, где живут, убирают пруды, чистят родники, территорию убирают. Сотрудники, которые помогают и администрациям поселения, администрации города и районным администрациям городского округа. Благодаря им, по сути дела, все знают, что это «Газпром-трансгаз Самара». Масштабные, командно-штабные учения на днях прошли в обществе «Газпром-трансгаз Самара». Согласно легенде, в Безенчукском районе, недалеко от города Чапаевск, произошла условная разгерметизация подземного газопровода высокого давления с последующим возгоранием газа. К месту предполагаемой аварии были направлены аварийные подразделения общества. Особенностью данных учений является тот факт, что в них дополнительно участвовали оперативные группы главного управления МЧС России по Самарской области, Куйбышевской железной дороги, акционерных обществ «Транснефт-приволга» и «Транснефт-дружба», органы управления Безенчукского района и города Чапаевска. Всего было задействовано 49 единиц техники и 238 человек. В том числе от главного управления МЧС России по Самарской области 9 единиц техники и 65 человек личного состава, от общества «Газпром-трансгаз Самара» 50 человек и 18 единиц техники. Важная составляющая проводимых учений – это совместное участие и взаимодействие всех задействованных структур. По итогам тренировки условная авария на магистральном газопроводе ликвидирована в установленные сроки. Подача газа восстановлена. Четкое соблюдение охранных зон трубопровода позволило избежать повреждений и возгорания строений. В минувшие выходные сотрудники компании «Газпром-трансгаз Самара» приняли участие в семейном заезде выходного дня и празднований 90-летия Похвестинского района, по территории которого был проложен первый в Советском Союзе магистральный газопровод Бугурсан Куйбышев. С историей строительства и первыми его строителями всежелающие могли ознакомиться в специальном павильоне на зеленой поляне села Большой Толкай, где, собственно, и проходил сам праздник. Глава Похвестинского района Юрий Рябов отметил большой вклад компании «Газпром-трансгаз Самара» в развитие района и присвоил генеральному директору общества Владимиру Суботину звание «Почетный житель Похвестинского района». Для сотрудников предприятия было организовано горячее питание. Все желающие могли попробовать настоящей солдатской каши. А еще посетить выставку национальных дворов и принять участие в дегустации национальных блюд. Также газовики приняли участие в спортивно-развлекательных программах, завывав призовые места по гиревому спорту, армрестлингу и волейболу. Субтитры создавал DimaTorzok